В храме я поспал на славу, правда сперли покрывало, но зато Иван найдет хитро спрятанный проход. Если вы чуть-чуть макака, то на крышу ты, барака, ловко влезешь по корням и найдешь колечко там. А еще найдешь гнездо, из него вам шепчут, что надо им кругляшек и других блестяшек. Желтый птенчик намекает, шил на мыло он меняет. Ваня в закромах порылся, кое-чем он там разжился. Эстус и осколок фляги также есть на том бараке. Отдохнул, поспал, пожрал, тетя спину почесал, накачал себе мышцу, пора в путь, Иван бойцу. Как зашел, увидел бучу, полутрупов месит куча, стая бешеных собак, подожду, мне жалко фляг. Вот они друг друга съели, я стоял, ждал дуэля. Остальных забить несложно, в драку лезется осторожно. На разрушенном мосту пилигримы ждут мечту, но давно засохли все. Тихо, шепот на шоссе. Как ты выжил тут, папашка? И зачем ты, черепашка? Почему в цепях рубашка? Молви добрый старикашка. И Ёль из Лондора, как мило, в тех краях моя кобыла сдохла. Стал я пешеход, как и весь ваш здешний сброд. Значит, ты обман смертей, бывший дядя-чародей. Я не царь, мне слуг не надо, но от помощи у слада. Потому ты в храм ступай и местечко занимай. Я тебя приму на службу. Выйдет польза с нашей дружбой. Все, давай удачи, дед. Скоро встретимся. Пакет. Я попал в село Кверзилом. Дикий люк лонзает вилы. Все хотят меня потрогать, молоточком башню копнуть. А еще тут в капюшонах мелкота сидит в притонах. Они сзади нападают, вашу шею намагают. Шустрые, как тараканы. Я, пожалуй, встану прямо. Надо как-то их заметить, чтобы выжить на рассвете. Вышел Ваня на поляну. Обнаружил неже пьяну. В центре виден индивид. В шляпе с книжкой «Дам и вид». Разрешите вас, мадам, пригласить в красивый храм. Или, может, танец памяти закрутить угодно вам. Тетя медленно взглянула, мрачно что-то там шепнула, прочитала в книжке святость и в меня пустила гадость. Зарядила мне дубины, прищемила мне москвины. А когда полезла лапать, я решил, пора нам драпать. Тетенька мечта поэта не сгодилась для дуэта. Сколько было пыла в ней, погорело от страстей. Тут колхозники еще с топором через плечо. Ване не дают прохода. Что за странная порода? Там и тут горят костры, две тропинки в тарары. Карты нет, не погуглишь. Хорошо, что я при углях. В общем, мне идти туда, где, возможно, есть еда. Надо же что-то Ване жрать. И вообще хотелось спать. В этой старой деревеньке жизни нет одни ступеньки. В чердаках засели бабы. К Ване тянут свои лапы. А под ними бродит дядя. Дверь прибита к нему сзади. Он в руках горшок несет. Из него дерьмом несет. Тут по запаху понятно, что в горшке лежит немята. Машет дядя озверево. Не заляпай Ване тело. Быстро разберись с верзилой. Освети горшок кадилом. На обрыве старый дуб. Охраняет сохлый труп. Освещает свету ступ. Ваня рубит узелку. За блестяшкой надо спрыгнуть. Только высоко и гибло. Что ж, придется обойти. В трубе что-нибудь найти. Рядом бродит бомж с пилой. Ковыляет как комвой. За спиной он клеть несет. Я войду, он унесет. Место слишком непонятно. Пол вода хранит прохладный. Вдалеке стоит мужик. Я пойду к нему на крик. Он поведал, что умом тронется с рассветом днем. Шайку местных мародеров рекомендовал без споров. Ваня не догнал подвох. Засадил мечом врасплох. Это было очень глупо. Рыцарь Годрик – злая штука. Рыцарь Годрик – злая штука. Бой продлился две минуты. Годрик скинул с Ваней путы. Намотал его на меч. Умудрился все отсечь. Ваня умер. Вот печаль. Мне его немножко жаль. В храме я поставлю свечку. Упакой его сердечко. Но в миру, где мы гуляем, смерти нет. Мы это знаем. Есть лишь грозненькое чувство порубить всех на капусту. В общем, Ваня наш бессмертен. Только уголь в нем инертен. Негорящим стал чувак. Годрика настигнет мрак.